12 сентября в Ростове-на-Дону начал работу международный научно-практический форум «Змеевская балка. История геноцида». Мероприятия форума открылись мемориальным митингом в память жертв геноцида мирного населения, совершенного нацистами и их пособниками. Здесь, на Змеевской балке, были расстреляны первыми военнопленные, более 300 человек. Очень многие народы, славянские, евреи, цыгане, были расстреляны на этом месте. Мирные жители, дети, женщины, старики. Это нельзя никогда забывать не нам и ни в коем случае последующим поколениям. Поэтому это основа того, чтобы геноцид не повторился. То, что происходило во время Великой Отечественной войны, здесь, на территории Змеевской балки, 1942 год, август, это 80 лет назад. Это страшное событие, действительно геноцид нашего народа. И мы с вами должны это помнить и передать следующим поколениям, и сохранить историю, и не дать возможность никому эту историю исказить. Участники акции возложили цветы у мемориального комплекса «Змеевская балка» в Ростове-на-Дону. Субтитры создавал DimaTorzok Перед началом пленарного заседания форума состоялось торжественное открытие выставки детских рисунков «Дети Донбасса. Дети войны». Авторами рисунков выступили ребята из школ Донецкой и Луганской народных республик, а также Ростова-на-Дону. После завершения церемонии открытия гости ознакомились с содержанием экспозиции, а учителя и обучающийся Республик Донбасса смогли подробно рассказать о жизни на своих территориях. «Как и всех старшеклассников, меня волнует вопрос форма сдачи ЕГЭ для беженцев из ДНР и ЛНР». «Система оценки знаний через механизм ЕГЭ отложена для детей ЛНР и ДНР на 5 лет». На пленарной части форума были озвучены приветствия от лица президента Российской Федерации, руководства Министерства просвещения Российской Федерации, руководства Ростовской области. «При незнании прошлого история способна повториться. Поэтому наша с вами задача сделать все, чтобы подрастающее поколение смогло правильно оценить события прошлого, сделать вывод о том, что ошибки прошлого крайне тяжело исправить в будущем». Наша цивилизация всегда строилась на любви к ближнему, к нашим детям, к нашим родным, и близким, и далеким. В основе был, есть и остается наш национально-культурный код. И мы от него никогда не откажемся. И задача нас, педагогов, преподавателей, студентов, в том, чтобы этот код передавался от старших к младшим, и чтобы эта неразрывная связь существовала вечно. Заседание экспертной площадки прошло в формате общения между представителями подрастающего поколения и экспертами из разных областей знаний, во время которого обучающиеся задали вопросы экспертам. «Дети нам задают часто вопрос, почему спустя 80 лет мы возвращаемся к преступлениям фашистов, которые совершались в годы Великой Отечественной войны? Если мы не научим наших детей, не передадим из поколения в поколение память о жертвах, трагедиях, о великих подвигах, которые были в прошлом, то в какой-то момент мы окажемся в ситуации, когда, не дай бог, но эти преступления повторятся. Поэтому никогда нельзя забывать о прошлом, никогда нельзя предавать забвению свою собственную историю». Кульминацией событий первого дня форума стал спектакль в исполнении детей из Ельского образцового театрального коллектива «Непоседы» и молодежно-экспериментального театра «Мэтр» под названием «Память сильнее времени». Кульские захватчики будут обезврешены, победа будет за нами. Пионеры, будьте готовы! Всегда готовы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok